доброе утро конечно самая обсуждаемая сейчас тема это обращение владимира путина накануне объявленная мобилизация и прежде всего ее условия и критерии я накануне спустя пару часов смотрел статистику яндекса там только по этому запросу мобилизация было несколько миллионов просмотров ну и у наших федеральных коллег на эту тему тоже была масса разговоров поэтому мы сегодня утром по большей части коснемся других новостей перми края в общем вот о чем сегодня утренний вестник на вете как пермики борются с осенней хандрой делимся советами по правилам выигрывайте призы проверяйте свои знания пдд умножаем на 11 в уме осваиваем новый математический навык в программе каждый школьник знает четко музыкальный подарок от пермского губернского оркестра осень это не страшно я думаю те кто регулярно читают новости согласятся в целом информационный фон не самый лучший способ бороться с осенней хандрой если она подкралась незаметно но уже ощущается организмом а вот какой способ борьбы с проявлениями депрессивного состояния порекомендуют пермики мы спросили и люди говорят больше спать проводить время на свежем воздухе укреплять организм физическими нагрузками и витаминами эти простые правила клинические психологи называют лучшим способом бороться с осенней хандрой а как сезонная апатия исправляются подписчики телекомпании ветто как видно по результатам опроса на странице во вконтакте здесь мнение пермяков разделилась кто-то прислушивается к советам психолога старается тратить свободное время на прогулки или поездки за город и даже вовремя ложится спать чтобы высыпаться их среди подписчиков 21 процент другие же находят альтернативные радости например попробовать что-то вкусное в эти осенние дни также 21 процент подписчиков считает что бороться с осенней хандрой не стоит и вообще в плане проявления чувства и эмоций лучше ни в чем себе не отказывать а вот что люди говорят на улицах города почаще прогуливаюсь на улице каждый день гуляем не по разу погода этой осенью радует пока радует да пока хорошая чудесная погода дома чем занимаетесь как все настроения поднимаетесь проживаю время с детьми вот с ребенком не знаю нет особого секрета нету прогулки и отдыхать почаще лимон клюква облепиха что еще рассказать какие овощи помощи да 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 потому что занимаетесь спортом как-то себя да конечно конечно да это само собой каждый понедельник только понедельник один раз в неделю этого достаточно у меня хандры не бывает потому что у меня любимая работа и я не знаю все что такое хандра не как встречаюсь с друзьями за бутылочкой винца работаю в огороде так что никакой сианидных хандры а что пенсионерам делать только по жизни не хандры кстати не лучший способ поднять себе настроение вновь доказали ученые листать ленты социальных сетей особенно если ваши знакомые часто выкладывают фотографии с отдыха или с вечеринок более того по результатам исследования это и вовсе вредит психике а вот посещение интересного культурного пространства напротив должно сказаться на этом благоприятно вот полина рифа может быть поэтому с головой все так в порядке что она на выставке часто ходит полина рассказывай куда на этот раз посвящается всем женщинам которые рассказывали нам в детстве сказки шаманили над нашими ранами извлекали боль умели менять ее на радость они не превзойденные маги которым покорялась сама действительность потому что только они умели ее усмирять они феи спрятанных не от нас а для нас конфет они наши яростные защитники и пусть эти женщины сегодня как мелодии забытых снов на самом-то деле на музыку их души не забыть никогда выставка двух елен аликина и симановой в арт-пространстве другие круги это ода лучшему что есть в той кому поэты посвящая стихи чью честь мореплавателем называют острова а астрономы планеты это высказывание вообще о женщине а ее как бы месте а ее предназначение ну и собственно это все это через миф через миф через сказки через ту же природу в основе всего лежит природа впечатление от какого-то весеннего света который приходит сквозь листы деревьев или впечатление от зимних елей которые укутаны снегом и превращаются в сказочных птиц то есть или в тучу которая превращается в птицу поэтому все везде природа это моя работа называется лаэрона она сделана из камня лаэрона в переводе с мексиканского это плачущая ее сравнивают с нашей русалкой но она несет какое-то добро и какое-то благоденствие вообще в семью если она находится в доме ну то есть ее образ находится в доме вот и я сделала решила сделать такой вот композицию где вот это вот внутреннее пространство она напоминает пленка это называется ламарипоза или танец бабочки ну то есть женщина бабочка это тоже оттуда же из мексиканской мифологии но там такой образ описывается что вот эта полная грузная женщина выходя на сцену она становится вдруг такой необычайно легкой парящей и она в легкую танцует на одной ножке скульптурой занимаясь уже около 30 лет поработала в разных материалах это и снег и лед мне дерево нравится оно такое теплое оно такое как бы живое мне нравится и камень в нем есть какая-то твердость такая ну когда общаешься с этим материалом это тут самое главное какой образ закладывается и ты думаешь как это сделать и уже предполагаешь какой то материал вот реку мою например не сделаешь из камня тут тут пластика тут текучесть в камне такое не получится мне хотелось показать что наш мир он настолько хрупок настолько тонок и прекрасен и очень жаль что допустим некоторые люди этого не замечают они видят этого и моя задача показать и может быть обратить внимание людей именно на красоту этого мира потому что ну как есть такой расхожий лозун красота спасет мир вот я за это я за то чтобы красота мир спасала жилопись это всегда было то что спасало любой жизненной ситуации которая помогала выплыть из любой жизненной ситуации потому что главное то что главное это спокойствие творческая наполненность и жизнь всегда это давал не хотелось бы чтобы человек который пришел бы на эту выставку человек размышлял подумать и поразмышлять в пространстве у нас с вами есть время до 16 октября вполне реальное место где можно вернуться в забытые сны и возможно почувствовать себя хоть немного счастливей полидрифа владислав рашидов в телекомпании это количество сроков на которые может избираться губернатор перманского края может стать неограниченным вообще-то эта норма стала возможной еще с прошлого года когда это стало разрешено федеральным законодательством но сейчас до нее добрались и региональные власти ну а о том какие еще новости в перми и крае расскажем прямо сейчас главы дзержинского и ленинского района в перми получили желтую карточку такую формулировку использовал в своем телеграм-канале алексей демкин высказываясь о ремонте на улице ленина цитата выдать желтую карточку александру стяжкину главе дзержинского района и александру русанову главе ленинского района где сейчас ведется ремонт улицы ленина пройдите по улице ленина пешком и проверьте лично как организован ремонт с точки зрения безопасности написал глава города алексей демкин остался недоволен отсутствием ограждения ремонтируемых участков у остановки театр-театр место раскопок на тротуаре не было огорожено люди вынуждены были перепрыгивать через траншею сейчас недоработка устранена установлен высокий металлический забор и выделена зона для прохода к остановке по словам городоначальника это надо было сделать до начала работа не после за девять месяцев этого года инспекция государственного жилищного надзора вернула жителям больше 13 миллионов переплат за коммуналку в лидерах по количеству нарушений коммунальщики крупных городов перми и березняков ну чаще всего это нарушение при начислении платы как я сказал за коммунальную услугу по отоплению это начисление платы не по показаниям прибора учета либо применение не 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 утвержденного норматива платы за коммунальную услугу либо применение не нормативной площади дома в гжн отмечают сначала нужно обращаться к поставщику коммунального ресурса и только после этого если ответ не устроил писать официальное заявление в и гжн в пермском крае теплая погода продержится до конца недели в четверг 22 сентября из-за влияния антициклона понижение температуры ожидается на севере региона ночью до плюс 5 плюс 7 днем до плюс 11 плюс 13 в перми ожидается плюс 15 плюс 19 в зависимости от облачности сообщает гис центр университета в пятницу в перми будет теплее до 20 градусов на юге края до 23 выходные на погоду начнет влиять арктический антициклон смещающийся вдоль урала на юг начало похолодания ожидается в воскресенье в начале следующей недели она усилится проверить уровень подготовки и встретиться с единомышленниками спортсмены сканди ходы совсем скоро смогут на фестивале северной ходьбы пермская прогулка четвертый год подряд мероприятия организуют администрация города и министерства физкультуры и спорта пермского края пермская прогулка мы еще раз побудили интерес жителей города перми особенно старшего поколения заниматься именно северной ходьбой и с каждым годом количество участников растет и сегодня ближайшее время мы проводим вот эту пермскую прогулку черняевском лесу тоже как бы знаковое место для пермяков в зависимости от возраста и уровня подготовки 1 октября участники фестиваля смогут преодолеть дистанции в 4 6 и 10 километров узнать подробную информацию и зарегистрироваться для участия в пермской прогулке и выбрать подходящий для себя слот можно на сайте умный спорт в точка рф а также в спортивных комплексах города торжественное открытие фестиваля пройдет 1 октября в 10 утра в лесном массиве за спорткомплексом имени сухарева объекты благоустройства к юбилею перми осмотрел губернатор начался и капитальный ремонт улицы сибирской на первом этапе это участок от улицы монастырской до улицы пермской работы по второму этапу начнутся в следующем году благоустройство других объектов также под контролем поддан проект государственную экспертизу по архиерейскому подворю то есть это территория действующего зоопарка которую мы будем перевозить в этом году у нас до конца года завершение проектирования набережной до мотовилихи дальше мы будем думать искать средства чтобы набережная была еще более протяженной и более комфортной для людей ну и задача в следующем году приступить к реализации полномасштабной реализации проекта зеленое кольцо этот проект уже обеспечен финансированием реконструкцию ключевых объектов краевой столицы обсудили и на совещании о ходе выполнения сезонных работ глава региона поручил не сбавлять набранные темпы по ремонту фасадов объектов культурного наследия устройства архитектурной подсветки также необходимо сделать упор на первый этап благоустройства улицы ленина и приступить ко второму заключил губернатор смена погоды времен года вот эти вот исторические процессы которые ломают привычные устои все это знаете ли требует на мой взгляд трезвого взгляда на жизнь и веры в то что хорошего будет больше по сути об этом я поговорил с главным дирижером пермского губернского оркестра евгением тверетиновым и кстати мы приготовили для вас небольшой подарок естественно музыкальный давайте посмотрим евгений александрович ну можно сказать практически на днях недавно совсем встретил соседа в выходной день разговорились смотрю сосед грустный при грустный я говорю сосед чего грустишь он говорит иду на выступление пермского губернского оркестра на набережной играя а грустный почему год последнее в этом летнем сезоне выступления губернского оркестра я говорит взял за правило посещал каждые выходные когда были выступления вот расскажите как прошло лето у пермского губерницкого оркестра всем довольны остались сезон мы закончили sweet Это лето вообще было у нас, так сказать, плодотворное. Мы провели большую программу, целый рейд по паркам города Перми. Музыка в парках программа называлась. И серию концертов на набережной в новом афитеатре. Кстати, хочу сказать, что очень комфортное место как для артистов, так и, безусловно, для зрителей. Поэтому пусть этот неведомый товарищ не огорчается. Мы уже открыли новый сезон и первый ссорили наш концерт 1 октября в День музыки, как мы называем, и в День пожилого музыканта. Мы будем рады видеть всех наших зрителей во Дворце Солдатова. И пусть этот замечательный человек непременно приходит к нам на концерт. Встречаемся там. Ну и небольшой подарок от Пермского губернского оркестра, чтобы мы вот этот летний задор, я так понимаю, сохранить смогли на весь предстоящий холодный сезон. Я полагаю, что музыка наша будет согревать и настроение, и наши сердца, они направлены наш труд нашим поклонникам, любителям духовой музыки. Поэтому на нашем концерте будет очень тепло, а этот заряд тепла каждый унесет после концерта к себе домой. Так что мы рады будем видеть и немножечко сделаем анонс нашего концертного выступления. Просим! КОНЕЦ 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 Есть такая улица в Мотовилихе, Туркино. Вы вот знали такую улицу? Я не знал, честно. А как узнал? Прочитал, что движение по улице Туркино на промежутке от дома по Туркино 79 до перекрестка с 6-й Новгородской и на самом перекрестке будет ограничено до 26 сентября. Еще удобнее следить за дорожной обстановкой в нашей программе «Эх, дороги!», особенно в новом формате. Кстати, там можно и призы выиграть за знание правил дорожного движения. Вот вы знаете, проверьте себя. Можно ли здесь переходить дорогу? Кто кому должен уступить? С какой скоростью можно ехать в этой зоне? Что обозначает этот знак? Насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения? Каждую неделю в нашем телеграм-канале мы будем проводить конкурс на знание ПДД. Вам нужно зайти и выбрать вариант ответа на ваш взгляд правильный. В прошлом выпуске мы задали вам вопрос, какие из указанных знаков требуют обязательной остановки. От нашего эксперта вы получили небольшую подсказку. Обратить внимание нужно было именно на словосочетание «обязательная остановка». А теперь давайте узнаем правильный ответ. И поможет нам в этом также наш эксперт. В данной ситуации правильным ответом будет ответ под буквой «Б». Движение без остановки запрещено во всех других случаях. Все знаки подразумевают остановку, но в различных ситуациях. В первом случае это при осложненном разъезде, когда транспортное средство, движущееся со встречного направления, пользуется приоритетом. А в других случаях табличка «стоп» используется перед перекрестками совместно со стоп-линией. И именно здесь необходимо остановиться при запрещающейся сигнале цитфора. И в четвертом случае «уступи дорогу» знак устанавливается на перекрестках неравнозначных со стороны движения, где необходимо уступить транспортным средствам, которые пользуются преимуществом, то есть двигаются по главной дороге. Среди всех правильно ответивших подписчиков мы выбрали победителя. Им оказалась Дарья Хайдарова. Поздравляем! Вы получаете от нас подарок! А сейчас давайте услышим следующий вопрос. Внимательно посмотрите на представленную картинку. Как вы считаете, кто в данной ситуации имеет преимущество? Заходите на наш канал в телеграмме «Ветта Эхдороги» и отвечайте. Владимир, на этот раз прошу дать нашим телезрителям подсказку, какой автомобиль все-таки имеет преимущество. В данной ситуации, а также вообще при движении за территорией города, необходимо особое внимание уделять на дорожные знаки, как предписывающие, так и запрещающие. Именно они информатируют нас о том, как нужно вести себя в конкретной ситуации. Владимир, отличная подсказка! А правильный ответ и имя победителя вы узнаете на следующей неделе в это же время. Удачи! Накануне прочитал у коллег. Экспорт китайских смартфонов в Россию с марта этого года вырос почти в пять раз. Причем вырос он даже по сравнению с прошлыми годами. Хотя, мне кажется, в целом вот эта тяга к обладанию последней версии смартфона, известной американской марки, вот она поубавилась. Ну а мы давайте узнаем, о чем еще пишут в прессе. Пресс-парад. Руководитель Федерального агентства по туризму сообщила, что никаких ограничений для выезда российских граждан из страны в условиях частичной мобилизации не вводилось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не смог прокомментировать вопрос о возможном закрытии границ для граждан, подлежащих частичной мобилизации. Однако, по словам главы Комитета по обороне Андрея Картополова, дополнительных ограничений на право выезда резервистов из России не предусмотрено. Эту информацию подтвердили и в Ростуризме. Россия раньше не производила конкурентоспособные двигатели для гражданской авиации, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ во время поездки в Великий Новгород. Глава государства отметил, что если сами не будем производить авиадвигатели для гражданской авиации, то они никогда и не появятся. Президент добавил, что не было бы счастья, да несчастье помогло, имея в виду санкции западных стран. Россияне, которые имеют ограничения по медицинским показателям, могут избежать частичной мобилизации. Однако намеренное нанесение себе переломов и увечий ради отсрочки от службы преследуется по закону. Если, например, намеренно сломать руку, это сразу будет расценено как попытка уклонения. Это уголовная статья, и это даст отсрочку максимум на полгода, пока рука не срастется. Как только врачи скажут, что закончился период реабилитации, так вас и заберут, говорят юристы. Я уже говорил сегодня о решениях, к которым готовились депутаты накануне сегодняшнего пленарного заседания законодательного собрания. Ну, вернее, об одном из них, о губернаторских сроках. Но, естественно, любой ответственный гражданин скажет, что ему этого недостаточно. Он хочет больше. Как минимум, сюжет. Если вам и его не хватит, смотрите программу «В коридорах власти» на Ветте о работе региональных депутатов. В июле этого года в Прикамье была создана особая экономическая зона. Для компаний, которые собираются стать резидентами этой зоны, предусмотрены специальные условия. Соответствующий законопроект в законодательное собрание региона внес губернатор Прикамье. Депутаты рассмотрели проект закона в рамках очередного собрания фракции «Единой России» в краевом парламенте. Для резидентов предлагается установить пониженную налоговую ставку на прибыль. Будет три этапа после того, как предприятие выйдет на производственный цикл и будет уже товарная продукция. С этого момента в течение пяти лет ставка по налогам на прибыль будет 0%, следующие пять лет она будет 5% и впоследствии будет 13,5%. Такого прецедента у нас в территории края пока нет. И считаем, что это благотворным образом послужит для того, чтобы данная экономическая зона, в ней появлялись свои резиденты. На данный момент на получение статуса резидента особой экономической зоны в Прикамье уже есть четыре заявки. Впрочем, помимо льготы по налогу на прибыль, резиденты получат и льготы на транспортный налог. По нему предлагается предоставить освобождение от уплаты налога в отношении грузовых автомобилей, самоходных транспортных средств и машин и механизмов на пневмонетическом и гусеничном ходу. Представленный законопроект депутаты рассмотрят уже сегодня на пленарном заседании. Еще одной темой повестки собрания фракции стало обсуждение реализации проекта партии «Единая Россия» «Историческая память на территории Прикамья». Проект направлен на восстановление памятников исторического значения, как федерального, так и регионального уровня, а также на работу по патриотическому воспитанию молодежи. Мы оказываем всестороннюю помощь в развитии патриотического воспитания как подрастающего поколения, так и оказываем огромную помощь ветеранам. Так и смотрим, чтобы у нас была сохранность исторических зданий, чтобы у нас подчеркивалась наша историческая индивидуальность нашего народа. Для этого в крае проходят встречи с ветеранами, патриотические сборы, встречи с подрастающим поколением. Как говорят сами депутаты, эта работа находит отклик у пермяков, и каждый год неравнодушных участников проекта становится все больше. Екатерина Рухтина, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Смартфоны еще чем плохи. Разблокируешь экран, открываешь тот же Телеграм. Кстати, подписывайтесь на наш канал «Ветта», эх, дороги. И тут бах, плохая новость, плохая новость, снова и снова. Вот у нас здесь на телевидении не так. Будут плохие новости, я вас обязательно предупрежу, а прямо сейчас удивительные, неожиданные, ну вот никак не какие-нибудь пугающие чудеса и факты. На половину самолет, на половину корабль. Ударный экраноплан-ракетоносец проекта «903 Лунь». Сумрачный гений советской инженерной мысли, спущенный на воду в 1986 году. Единственный в мире корабль этого типа служил в Каспийском море. Весит Лунь почти 300 тонн, имеет в длину 74 метра, а высотой он примерно шестиэтажный дом. Несмотря на исполинские размеры, экраноплан развивал скорость 500 километров в час и с одной заправкой мог пройти до 2000 километров. В режиме экраноплана Лунь шел на высоте 4 метра над водой. Радары того времени просто не могли его засечь. Все это позволяло ему внезапно сближаться с кораблями противника и атаковать их ракетным вооружением. Распад Советского Союза Лунь не пережил. И сегодня Каспийский монстр – одна из главных туристических достопримечательностей Дагестана. Если еще где-то в Солнечной системе и может быть белковая жизнь, то только на Марсе. Так считают ученые. У Марса и Земли много общего. Земные и марсианские сутки примерно одинаковы. На Красной планете, как и на Земле, есть смена времен года. И самое главное – на Марсе обнаружена вода. По меркам Вселенной Марс почти рядом. До него всего-то 55 миллионов километров. Исследовательские зонды преодолевают это расстояние примерно за два года. Важную роль в изучении планеты сыграла советская программа «Марс» и американская «Маринер». А буквально на днях китайский аппарат обнаружил на Марсе следы океана и водосодержащие минералы. Сегодня в грунте Красной планеты ученые нашли следы органических молекул. А в атмосфере Марса – метан. Этот газ – важный индикатор жизни, ведь на Земле его производят бактерии. А немецкие ученые на практике доказали, что некоторые земные лишайники и водоросли способны выживать в марсианских условиях. Все это указывает на то, что на Марсе когда-то была жизнь. И, может быть, вновь обитаемым его сделаем мы. У меня очень многие знакомые, да и я сам в их числе регулярно мучаемся вопросом «Что посмотреть?». Друзья, ну, во-первых, конечно же, смотрите «Ветту» прямо сейчас, и тогда вопросов «Что посмотреть?» у вас не будет. Смотрите, ну, вот, например, на этой неделе и конкретно сегодня, последний день, лучшее документальное кино в Перми. Естественно, на завершающемся фестивале «Флеертиана». Полина Рифа подробнее. Кино для человека и про человека. «Флеертиана» – место встречи, качественной документалистике и публике, у которой есть потребность в этой действительности разобраться. В этом году ей помогает Всевлад Коршунов, ведущий киновед страны и преподаватель ВГИКа. Присутствует на фестивале и в качестве эксперта, и в качестве лектора. Мы видим, как документальное кино проживает рассвет, небывалый. В 21 веке во всем мире открываются документальные кинотеатры, придумываются и проводятся документальные фестивали. И это, конечно, небывалый совершенно момент. Вот в Венеции только что главный приз получила документальная картина. Второй раз всего лишь в истории всего фестивального движения. И вообще, конечно, очень радостно здесь, в Перми, ощутить эту вот такую потрясающую фестивальную атмосферу. Это сообщество, это движение мыслей, консолидация, солидарность, общение, коммуникация. Мы, например, пригласили Всеволода продолжить с нами сотрудничество уже не в рамках фестиваля, а в магистратуре, которая называется «Видеожурналистика и документальное кино» в университете классическом. Будет целая неделя Всеволода, когда он приедет и будет читать лекцию уже конкретно тем студентам, которые в дальнейшем станут следующим нашим поколением кинематографистов. А вот небольшой срез фестивальной программы, что конкретно попадает в фокус внимания современных документалистов. Анна Артемьева представляет фильм под названием «Никто не знает, где живет Валерик». Фильм повествует историю охотника из маленькой сибирской деревни, который каждую зиму уходит в лес, чтобы добывать пушнину, чтобы выжить в маленькой деревушке. И поскольку жена его не может с ним идти на охоту, он снимает для нее видеодневники, в которых он делится, что с ним происходит во время охоты. А на охоту он уходит со своими собаками, одна из которых является его другом. И на протяжении всего фильма Валерик чувствует себя хозяином природы, хозяином леса, но жизнь ему показывает, что человек всего лишь песчинка. Один из фаворитов фестиваля – фильм «Клетки» Дмитрия Лукьянова. Режиссер, выпускник школы Марины Разбежкиной. Он про парня и девушку, у которых история любви довольно сложная, драматичная. И она осложняется тем, что у парня очень редкое заболевание. Он так называемый человек-бабочка, у него очень хрупкая кожа. И он пытается найти лечение экспериментальное, которое ему поможет продолжить жить. Это все снято, его поиск, его борьба на фоне их отношений с девушкой. И сложность заключается в том, что российский закон, который вышел в 2014 году, он не позволяет ему провести эту процедуру экспериментальную. По бюрократическим причинам в течение фильма он борется. Флэротиана – редкая возможность побыть на месте студентов в ГИКа, подключиться к питательной среде событийной программы, смахнуть с внутренней оптики информационную шелуху, которая часто сужает горизонт видимости. Напомним, сам фестиваль продлится до 22 сентября. Полинарифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Полезный навык при походе по магазинам – хорошо считать в уме. Быстро ориентируешься, что где дешевле, что насколько подорожало. А впрочем, надеюсь, следующий наш математический навык пока не пригодится вам в супермаркетах. Рост цен не будет таким значительным. Но прямо сейчас мы будем учиться умножать на 11 в уме. Каждый школьник знает четко. Вы знаете, лично я никогда не любила русскую пословицу «Много будешь знать, скоро состаришься». Согласитесь, плохая мотивация. Наша передача для тех, кто стремится к знаниям, несмотря ни на что. Пишет нам Митрофан Терентьич из Уссолья. «Мой внук недавно показал мне фокус. Он может с легкостью умножить любое двузначное число на 11. Как этому научиться?» Для того, чтобы умножать в уме двузначные числа, совсем не обязательно быть гением математики. Это действительно очень просто, занимает совсем немного времени и производит неизгладимое впечатление на собеседника, который может быть еще не знаком с этим математическим трюком. Итак, нас интересует число 11, или, как говорят в лото, барабанные палочки. Итак, для того, чтобы умножить двузначное число на 11, нужно сложить его первую и последнюю цифру, и эту сумму вписать в середину данного двузначного числа. Вот так. Например, 32 умножаем на 11. Пишем 32. А затем складываем. 3 плюс 2 получается 5. Правильный ответ. 352. Но есть одно «но». Если при сложении двух чисел получается двузначное число, то надо будет поступить немного по-другому. Например, 57 умножить на 11. Пишем 5,7. 57 умножить на 11. Складываем 5 плюс 7, получается 12. Мы единичку добавляем к пятерке, а двойку пишем в середину. Получается 627. Все еще не верите? Тогда посчитайте столбиком, или воспользуйтесь калькулятором. Хотя теперь, когда вы это знаете, калькулятор вам больше не понадобится. Математика не только точная наука, она еще и занимательная. А как вы считаете? Известно множество приемов. Как освоить устный счет? И мы обязательно вернемся к этой теме. Это была рубрика «Каждый школьник знает четко». И помните, учиться никогда не поздно. Между прочим, такие всякие задачки могут быть не только занимательны, но и полезны. Причем не только для развития мозга, но и для сохранения тех навыков, которые в нем могут быть утрачены. Ну, например, с возрастом. А впрочем, таким развлечением, мне кажется, будет рад и стар, и млад. Среди умных книг для детей и развивающих игр находим то, что нас не просто удивляет. Это ведь не картина просто так, в чистом виде. Что это? Это не картина. Это деревянный пазл «Довичи». Собрать его можно в картину. Она будет у вас двухсторонняя. Вот посмотрите. Вот этот пазл состоит из 700 небольших деталей. Собирая их, вы можете посмотреть, из чего они состоят. Так тут кого только нет. В этом и заключается, да? В этом и заключается. То есть эти детальки можно использовать в теневом театре, можно использовать при развитии мелкой моторики, можно создавать картины, как мы уже видели, и украшать свою любимую квартиру. А вот сейчас самое главное. Это ребенку бывает не под силу. А нам сказали, ха, так это развитие всей семьи практически происходит. И взрослых нам в тезле. Совершенно верно. Количество в пазлах может быть разное. Вот, например, как я уже говорил, здесь 700, может быть 180, 125, 50. То есть можно и с ребенком вместе собирать, и всей семьей, и с бабушками, и с дедушками. И радоваться, и получать удовольствие. Ребенка отправили к той же бабушке, и мама с папой начинают доделывать какую-то картину. А в чем тут смысл? В том, чтобы загрузить по полной, и вот такой вот тактильный эффект, чтобы был? Или что? Или вот... Смысл в том, чтобы получить удовольствие. Что вся семья была счастлива от совместной работы, от совместного времяпровождения. Сама идея с пазлами, она не новая. Почему сейчас-то вышла на первый план? Идея с пазлами не новая. Новая идея в том, что они из разных фигурок. Классический пазл – это замок. Да. А здесь все фигурки – это технология лазерной резки. Они все разные. Ими можно не только собирать целостную картину, но и играть по отдельности. Подходим к картинам, разглядываем. А оказывается, это все известные полотна. Можно самому собрать, и какие. Смотрите. Это, между прочим, Сальвадор Дали. Узнаете? Новая – это хорошо забытое старое, но вышедшие сейчас самые-самые лидеры. А слышали, каким голосом нам все объяснили? Вот как вот неразумному ребенку. Зато все понятно. Наталья Тиньковская, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Ну и раз уж мы заговорили о старшем поколении, на очереди очень важная тема. Я говорю о развитии в регионе гериатрической помощи. И об этом как раз наш материал. Как сделать так, чтобы старость была в радость? Здесь знают ответ на этот вопрос. Поэтому каждый год проводят свой конкурс красоты. Тем более, что салон красоты у них тоже есть. Точнее, парикмахерская. В новом филиале Верхнекуринского геронтологического центра сегодня проживает более 200 человек. Самому старшему 103 года. Это учреждение нового формата. То есть все те новые решения, которые существуют в мире, в мировой практике, в российской практике, их воплотили. Все максимально автоматизировано, максимально сделано для людей с ограниченными возможностями для их передвижения, перемещения. Новый филиал в микрорайоне Гаева посетили участники Общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия. Старшее поколение в Пермском крае». Все технологии, которые здесь представлены, планируются тиражировать в других городах Прикамья. На сегодняшний момент, по крайней мере, Министерство социального развития видит своей целью на базе этого учреждения отрабатывать технологии и пытаться их распространять на территорию всего Пермского края. Вопросы оказания гериатрической помощи сегодня обсуждаются на самом высоком уровне. Координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. Гератрия как раз вот эти процессы изучает, выделена как отдельная наука, появились отдельные специальности и, по сути, они как раз изучая эти проблемы, они являются помощниками для более детального, узкопрофильного оказания помощи лицам пожилого возраста. Еще один вопрос – создание системы долговременного ухода на территории края. Сегодня в такой помощи нуждаются порядка 16 тысяч жителей Прикамья. Изначально наша задача – создать условия активности для тех людей, которые могут сами о себе позаботиться и создать условия по уходу за людьми, которые, к сожалению, этой возможности не имеют, которые уже лежачи. Сегодня мы провели очередное заседание общественного совета и самые главные вопросы, которые мы обсуждаем – это взаимодействие между разными министерствами, между разными подразделениями. Помощь людям серебряного возраста – одно из ключевых направлений национального проекта «Демография», в рамках которого реализуется проект «Старшее поколение». Сегодня в Перми открыто более 20 гериатрических кабинетов, но это только начало. Анастасия Петухова, Виктор Морозов, телекомпания «Ветта». На земле живет 20 квадриллионов муравьев, то есть на одного человека приходится примерно 2,5 миллиона этих насекомых. Такие выводы сделали ученые из университета Вюртсбурга. Зачем вам прямо сейчас этот факт? Да вот просто так. С одной стороны напрячь, а с другой стороны расслабить мозг. Да, ну и конечно, хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...